вот всем здравствуйте 8 8 вопросов то на чем я сейчас работаю показываю то есть я делаю сейчас 30 клинков 10 из них для сайта это стали алмазка кованая это сталь к бухлер к 990 все то есть что получается для сайта останется и та и другая сталь ну вот но всего 10 штук кованая алмазка что это такое то есть это алмазка который можно протравить и она будет выглядеть как это маска в точку которую можно полирнуть она будет зеркальный но она супер жесткость имеет уже сейчас сыром состоянии то есть в ней вот такая твердость плотность больше чем даже твердость принципе в своем состоянии хотя и твердость и здесь нафига твердости в районе где-то 46 единиц вот что даже самая мощная керамика лент смысле керамическая усаживается просто моментально и вообще на ее еле берет хотя по сути другие любые стали такие даже ту же алмазку не кованую она берет вполне так нормально и что получается кованая алмазка она из-за того что кованая она она выходит чуть дороже но чуть это чуть реально там сто двести рублей каких-то но зато мощь мощная прям реально и вот которые стали тоже мне очень нравится кстати вот это вот примеру к 900 2 носта но вот видите я прошлый раз ее раздавил это вот восьмерочка примерно толщина 8 миллиметровая вот когда ее раздавила стала 5 миллиметровый но вот осталась такая вот заготовка я решил сделать восьми что прям ну прям супер охотничий нож вот так вот вот и вот из алмазки то есть там классические всякие варианты принципе мне еще с ними работать дня три примерно может даже 4 вот примерно вот в таких вот сроках я рассчитываю выпустить уже готовы эти клинки единственное что мне тут замедляет это то что не очень сложно режутся примеру где вот я делаю вот за день за целый день я смогу взрезать только 10 клинков всего лишь хотя если это была другая любая сталь там 95 д2 там какая-нибудь там просто алмазка никого на и примеру что-то еще то было бы 40 50 клинков просто ни о чем так в легкую это очень тяжело в работе и поэтому это вот немного затягивается за счет этого но все же дело двигается куда они денутся да вот мы победим как говорится вот это я ответил на вот то чтобы в ближайшее время можно ждать так классические такие варианты это самый прям вот у меня вариант сейчас на данный момент и больше всего таких будет классики где-то миллиметров 140 на глаз дальше и в пятерочку где толщина по по поводу учителей хотел еще пару слов обмолвить вот есть такие люди которые пытаются меня прям учить 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 это практически чуть ли не каждый день происходит вот я конечно не против того что у них есть свое мнение но это мнение лучше оставляйте при себе потому что она мне лишнее она мне не нужна вот как-то так почему объясняю примеру меня учат как затачивать надо взять там вот этот вот станок который вот так вот брусочком там на какой-то на ком насерженьке направляющий там шваркой туда-сюда вот надо так затачивать туда-сюда хорошо если вы так затачиваете и кстати называете это медитацией то это здорово это здорово это классно вы у вас есть чем заняться и вы занимаетесь тем что вам нравится и у меня производство нельзя вот так вот сидеть примеру целый день и шваркать один клинок чтобы его заточить я затачиваю в то же состояние в идеальное который будет газетку на весу легко резать но это я буду делать примерно где-то минуту да где-то минуту клинок за . происходит в то же состояние потому что у меня для этого есть оборудование и она специально рассчитана по то чтобы я мог заточить как один клинок так и сотню клинков и все чтобы были в таком вот в идеальном состоянии заточены поэтому вот этот вот любительский вариант для меня ну он совершенно не подходит поэтому поэтому вот так все произошло также и во всех остальных вариантах примеру советуют почему ты берешь готовый там бланк закаленный пример вот недавно меня заказывали дамаски дамасскую пластинную упаковку и закали мне ее я не стал закаливать почему потому что кто кто берет готовые закаленные пластины бланки тот у кого нет термо печи то есть который не может закалить у него нет вариантов но для меня это неподходящий вариант конкретно просто потому что я десятилетиями работаю с этими клинками со сталями я отучился в соответствующих заведениях опять же в этом же только направлении то есть поэтому я знаю техпроцесс и это просто полное нарушение всего техпроцесса да это может любительское занятие какое-то может быть но правильный клинок я никогда не начну делать вот пример из готового закаленного вернее бланка просто из пластины закаленный почему потому что как вы будете вырезать как ножовкой нет ни одна ножовка даже механически никакая вообще не возьмет закаленную сталь правильно правильно чем вы будете вырезать тут выбор небольшой лазер вулканит алмазный круг до пример того что такое вот зачем еще можете вырезать все эти варианты которые сейчас я перебрал они греют кромку и плюс ее делают хрупкой там микротрещины появляются что в итоге в итоге все по контуру полу негодная вот как-то так вы уж не бежать из на меня там кто вот это делает ну пускай она полу негодно она на половину же годная все же давить вот но для меня это брак вот как-то так кромка не должна после термообработки вообще подвергаться к какому-то там нагреву даже до сотни градусов не должна это запрещено вот эта взрезка она не должна производиться на закаленном потому что там тоже получается и перегревы но если там все прям плавает в воде купается вы не думаете что там может как-то произойти так что это не перегреется и самое главное что там получается микротрещины там структура расшатывается вот это вот очень долго рассказывать если сейчас вникать прям вообще в подробности но это нарушение полной техпроцесса и поэтому я так никогда делать не буду поэтому взрезка вот это должна бы происходить вот это грубый вот этот придача форм от этих линз там спусков и прочего всего только в сыром состоянии не только до закалки почему вот возьмите примеру давайте возьмем вот сверло почему сверло не производят закальном состоянии вот они же не закаливают его а потом начинают за нее сверло изготавливать закалить заготовки нет они делают из сырой заготовки возьмите подшипник подшипник тоже изготавливается из сырой стали не закаленной и после этого только на закаливается, там уже все обкатывается, там такой процесс долгий. Вот. Итак, взять вот любое изделие, оно производится именно так, и никак иначе. То есть, есть тех процесс, которого нужно всегда придерживаться. Но если нет вариантов где-то закалить, то люди покупают, да, бланки закаленные, но если бы я был на месте такого человека, которого негде закалить, я бы или поискал как следует, где закалить, либо приобрел печь, ну, если ты этим занимаешься, то почему бы и нет? То есть, вот тебе нравится кататься на автомобиле, ты покупаешь автомобиль, он не дешевый, правильно? Гриндер. Купили, например, а он не дешевый, гриндер. Так же и печень не дешевая, так же и термопроботка, она там не настолько проста, как кажется. Но если это вот это любимое занятие, то мне кажется, это стоит купить и делать все по техпроцессу. Вот. Вот. Либо, вот, например, я бы, если не захотел бы, например, не смог бы купить себе, например, термопечь, допустим, ну, тот же муфель, то я бы не стал этим заниматься, не стал бы, вот, удохаться вот с этим вот закаленными пластинами уже заранее. Это сто процентов. Сто процентов. Потому что либо так, либо не так. Это потому что, если автомобиль можно делать с круглыми колесами, а можно делать с квадратными. Вот. Это примерно так выглядит. Поэтому, вот, в этом случае тоже меня, пожалуйста, не надо. Вообще, по любым вариантам, как говорится, ученого учить, только портить. Как-то так. Я не говорю, что я там какой-то супер-монстр в этом направлении, но далеко не последний человек вот именно в обработке материалов, в обработке стали, и работе со сталями. То есть, я могу очень много кого сам научить, но... То есть, я практически 30 лет работаю со сталями, и учился, и работаю, и все, все у меня связано, вся жизнь связана с этим. Даже когда у всех выходные, я смотрю, все едут там на горках кататься, шашлыки жарить, а я еду шлифовать. У меня нет выходных. У меня бывает иногда выходной, примерно там недели-полторы, это летом, когда делаю себе отпуск, прям силком. Вот. В остальные все случаи, это только ежедневная работа, потому что больше я не знаю, чем заняться, ничего не нашел такого, чтобы меня заинтересовало, чтобы я чем-то отвлекся. По поводу сайта, там многие жалуются, что... Не многие, редкие, давайте точнее сказать уж так уж. Многие это в общей сложности, а так-то примерно там находится один в квартал человек такой, который очень недовольный, что у меня нет телефона, ему не с кем поговорить. Вот. У меня там нет телефона, это так. И это не просто так. Это обуславливается тем, что я постоянно в работе, постоянно в похоте. И мне некогда разговаривать. Если я поговорил с вами 15-20 минут, и это было хотя бы не перекур какой-то, все, у меня день на смарку, у меня все планы просто сразу в хлам улетели. Вот. Мне некогда разговаривать. Вот. Если вы только не оплатите, конечно, мне личного менеджера. А так просто некогда. И поэтому я, когда только появляется какой-то короткий промежуток времени, и отвечаю там, решая вопросы по электронной почте, если звонок необходим, я звоню сам, обязательно звоню, если он необходим, прям конкретно. Вот. А так у меня все, в принципе, на сайте разложено по полочкам настолько четко, что просто все слишком просто. Там все ответы на все вопросы. Вот как-то так. И поэтому... Несколько слов по поводу медитации заточки. Был у меня такой случай. Один человек всегда говорил, что он затачивает, тем самым как-то успокаивается. Ну, типа медитации, что-то такое. и попросил позатачивать десяток клинков. Ну, не проблема, я говорю, на, заточи. И он с ними так, так навертелся, что, ну, короче, он не смог их заточить в итоге, потому что это уже рутинная работа, это не один клинок. И в итоге он не вернул их не заточенными. Вот. А вот что-то подобие заточки какое-то было. Вот. Я заново все перетачивал по-своему. Но... После этого этот человек больше заточку клинков не называл медитацией. Вот. Также, к примеру, по клинкам. Что я скажу, к примеру... Вот отдал я... Было время какое-то года-два назад шлифовщику одному. Говорит, помоги мне шлифануть клинки. Он мне помог шлифануть. Но меня не обманешь. Я начал так стрелять, начал смотреть. И вижу там реальные большие переходы, которые просто зализаны. Они спрятаны. Потом думаю, ладно, раз он переходы сделал, спрятал, значит, может, что-то еще спрятал. Начал дальше проверку. Опять есть способы такие, которые многолетними опытом уже накоплены. Не перегрел ли он их? Проверяю. Они перегреты в хлам. Там просто нет живого места. Это тоже все легко прячется для простого обывателя. Но так нельзя. И поэтому я больше никогда не работаю с теми, кто мне пытается помочь в работе. Ну да, не знаю, просто так, конечно, за деньги, но вот эту всю рутину взять и разделить. То есть взять какую-то часть на себя. Поэтому я больше с ними никогда не связываюсь. Вот только по этой причине. И еще пару слов о том, что, например, вот я клинком рубил гвозди, у меня рубит, а твой клинок выкрашивается. Объясняю, почему это происходит. Это происходит по простой причине. Сейчас нарисую, включу. Вот. Тут все просто. То есть он рубил гвозди клинком, потом его сломал, и на сломе он у него выглядел вот так, этот клинок. Подводка у него была 0,4 мм. У меня тоже 0,4 мм, но клинок выглядит вот так. То есть в виде уже лезвия бритвы. Почему? Потому что то есть он рубил клинок, гвоздь рубил клинком, которого конфигурация зубила. кстати, зубила, к примеру, оно сведено здесь вот в 0. Здесь подводка 0. А тут еще 0,4 мм, понимаете, в чем смысл? И у меня идет тоненькая-тоненькая кромочка, вот эта вот, которая 0,4. И она не может выдерживать вот таких вот ударов, как вот, к примеру, для зубила, которые удары. Она поэтому выкрашивается. Все просто. Потому что нож я делаю для реза, а не для рубки. Вот так вот. да, кто-то скажет, к примеру, а вот у меня кухонный нож, там вот он у меня клинобразный, к примеру, да? Вы знаете, почему ножи вообще изначально кухонные производят в большинстве случаев клинобразными? Это обычно фабричный вариант. Потому что, чтобы вот, зарезать клинок вот такой ширины, можно зарезать на круге 250, можно на 400 диаметром круг взять и зарезать, сделать эту линзу. Вот. Если на производстве там 50 миллиметров, допустим, клинок шириной, вот этот шеф-повар, и чтобы его разрезать в такую линзу, круг должен быть метра полтора, как минимум. Как минимум. Вы представляете себе вот эти вот круги полтора метра? колесо гелика в сравнении будет просто каким-то детским колесиком. Вот. Никто не будет заморачиваться, никто не будет выпедриваться, они просто ложат на синусольную плиту в таком наклоне и просто шлифуют. И поэтому не получается клин. они не могут себе позволить линзу. Не могут себе ее позволить. И оттуда взялся клин. Вот и все. то есть если у них была бы возможность и это было бы даже им бы проще сделать линзу, они делали бы линзу, они клин никогда бы не делали. Вот оттуда взялся клин. Кстати, раньше у нас был восьмой завод, где выпускали складные ножи очень массово, там миллиардами просто гнали на всю Россию и за границу все снабжали и прямо вот на валу в каждом углу у всех валялся такой нож. Так вот там все вот эти вот спуски все были конусные, все были клинобразные. Почему? Потому что там была плита, они вот так вот выкладывали вот так вот клинки рядком и ее на плоскошифовально проходили. Потом переворачивали и еще раз проходили. Все, берут эту груду, сгребают, следующие выкладывают. Вот откуда берется клин. Почему производится клин? Вот, когда делается нож штучной, ручной работы, то клин неприемлем. Неприемлем. Да, кто скажет, у меня, например, клин лучше режет, у меня клин лучше держит. Хорошо, я рад за вас. Но я вам рассказал историю, откуда это взялось и откуда все это пошло. А потом уже любовь к клину, знаете, у меня вот топор, например, есть, клинообразный, он хорошо режет. Мы даже хлеб как-то резали. И что теперь? Но он режет хорошо, но не лучше вот такого клинка. Совсем не лучше. И тут уже, знаете, на вкус и цвет, как говорится. Ну, опять же, я знаю историю, я знаю тех процесс, и поэтому оттуда и все вот это вам вот выкладываю. также частенько слышу в свой адрес то, что я выпендриваюсь. Особенно это под видео в комментариях выражается. То видео, где там название видео спуски клинка без приспособления, как-то так. Вот. Там часто пишут, что я выпендриваюсь. То есть, выпендряжа там ноль. То, что если я говорю, что я там не хочу мудряться с одним клинком целый день и то есть, а мне нужно сделать 50 штук и там 40, по-моему, я говорил. Это не выпендриваешь. Это факты, это реалии жизни. Все. Где я там выпендриваюсь? Если вы там хотели услышать от меня какой-то малахольный голос там со слезами на глазах, как говорится, то извините вы не по адресу, потому что наш труд, труд шлифовщика, он крайне тяжел и монотонный. изо дня в день это вот этот грязной, этот тяжелый труд. И поэтому падать духом нам нельзя. Понимаете? И поэтому если я там говорил бодрым голосом каким-то там и вот такие факты, которые нельзя скрыть, это факты, это суть. поэтому я считаю, что высказывание, что я выпендриваюсь, совершенно не по адресу. Или вот, существует такое понятие, что вот бутылка, вот клинок, и он должен царапать. Вот если сейчас я начну царапать вот этой режущей кромкой, она начнет выкрашиваться, потому что твердость здесь под 65 единиц. Понимаете, да? То есть это не есть гуд. Вот, пожалуйста. А давайте прибавим опа, вот царапинка, видите, белая от него, вторая, третья. Понимаете, да? То есть даже при том, при всем, что вот клинок 8 миллиметров, но у него тонкий подвод для реза, нельзя царапать даже не заточенной кромкой. Берем это у нас так, это у нас алмазка кованая. Пожалуйста. Сейчас я найду где-нибудь место такое, чтобы потолще немножко, чтобы совсем вот прям не совсем. Видите? Ну, я сейчас очень рискую. Видите? А обух не царапает. Хоп! Хоп! Опа! Сырой клинок, не закаленный. А почему? Потому что обух гладкий. У него нет этой драни необработанной, понимаете? вот здесь ближе к углу и то не царапает. Он вообще негодный, да? Он не закален. Мусорку его. А нет. Берете кромочку. Ой, блин, как страшно. Сейчас я вот колю эту кромку. Пожалуйста. Вот так вот. То есть, этот тест вообще не тест. И вот, к примеру, удар по уголку. Видите, что вышло? Тут терять нечего. Пожалуйста. Раз, два, три насечки там и так далее, и так далее. Обух негодный, негодный. Хотя твердость одинаковая. Все. Тест в мусорку. Тест в мусорке. Тест в мусоре. Продолжение следует...